В этом разделе мы будем рассматривать маркетинг-план Атоми. Маркетинг-план это наш главный путеводитель. Для того, чтобы прийти туда, куда мы идем, для того, чтобы достичь цели в кратчайшие сроки, нужно четко знать, как идти и куда идти. Именно в этом нам помогает маркетинг-план. Он нас направляет в нужном направлении. Мы разделим маркетинг-план на шесть частей. Всего в этом разделе будет семь роликов. Шесть из них будут посвящены маркетинг-плану и седьмой ролик будет посвящен правильному построению структуры. Если у вас будут какие-то вопросы после просмотра той или иной части, обязательно задавайте эти вопросы в комментариях. Мы на эти вопросы ответим при первой же возможности. И недостаточно обычно бывает одного просмотра маркетинг-плана, чтобы его усвоить. Желательно пересматривать одни и те же фрагменты по несколько раз до тех пор, пока вы не сможете воспроизвести их самостоятельно, пока вы не будете способны рассказать эти фрагменты вашим партнерам и вашим потребителям. Итак, давайте приступим. Занятие 2.1. Бинарная структура. В этом занятии мы поговорим о бинарной структуре, о PV и о распределении денег. Маркетинг-план в Атоме реализован через бинарную структуру. Что это значит? Когда вы регистрируете системе, вы начинаете ровно так же, как и все остальные, с нуля. Вы номер один. Именно с вас начинается вся ваша потребительская сеть и ваш бизнес. То есть вы голова. Под вас можно зарегистрировать ровно два человека, не больше. То есть партнер номер один, партнер номер два. Это вы. Таким образом у вас формируется левая ветка и правая ветка. Важно понимать, что и левая и правая ветки, обе ветки ваши на 100%. И ваш успех зависит от того, насколько равномерно вы будете их развивать. Следующих партнеров, которых вы будете регистрировать, вы будете регистрировать уже под тех, которые уже есть. Потому что под вас напрямую больше зарегистрировать никого нельзя. Поэтому партнеры номер три, четыре, пять, шесть будут регистрироваться таким образом. Важно, что не обязательно ваша бинарная структура будет выглядеть именно так. О построении мы поговорим позже. Это будет последний ролик в данной рубрике. Но примерно это может выглядеть следующим образом. Также очень важно понимать то, что бинарная структура в атоме не классическая, не подрезная. То есть у нас нет никакого ограничения по уровням. То есть вы называетесь первым уровнем. Далее под вами это второй уровень, это третий уровень. Вот таких уровней у вас может быть бесконечное множество. То есть никакого ограничения. И даже где-то на миллионном уровне, когда вы кого-то регистрируете, или кто-то кого-то регистрирует, неважно откуда и как, появляется партнер, неважно кто его привел. Вы получаете 100% прибыли со всего товара оборота, который делает этот партнер и вся его структура. И со всех партнеров, которых он приводит, вы также получаете 100%. Таким образом, у нас в атоме нет понятия личник. Неважно, кто конкретно напрямую пригласил и зарегистрировал человека, если этот человек находится в вашей структуре, неважно на каком уровне, на какой глубине, но он в вашей структуре находится. Все, что он делает, засчитывается вам на 100%. Каким образом? У каждого продукта, помимо цены, вот допустим, эта цена в рублях, есть также некое значение PV. PV – это баллы за каждый продукт. Это условная величина, обозначающая примерную прибыль компании с продажей того или иного продукта в условных единицах. Например, рассмотрим Химохим, флагман компании. Он стоит 7000 рублей, и за него дают 55000 PV. Скажем, например, здесь вот партнер номер 6 купил себе Химохим. Таким образом, он получает 55000 PV на свой личный счет. Стоит отметить то, что баллы на личном счету или иначе личные баллы могут только накапливаться. То есть PV на личном счету никогда не обнуляются и никогда не сгорают. То есть у них нет срока жизни. Они накапливаются на протяжении жизни аккаунта. То есть пока аккаунт живой, все покупки, которые он совершает, накапливают ему личные баллы. И если человек накапливает личные баллы за каждую покупку, вы за каждую покупку ваших партнеров накапливаете групповые баллы. То есть у вас это все учитывается в групповом товарообороте. И давайте рассмотрим, каким образом распределяются деньги в компании Atomi. Если вот эта вся диаграмма – это прибыль компании, то есть прибыльный товарооборот, то от прибыли 30% компания оставляет себе. 44% прибыли распределяется именно по групповому товарообороту. Это называется структурный бонус или спонсорский бонус. То есть каждую неделю проходит некий товарооборот, из него высчитывается прибыль, и 44% из этой прибыли распределяется между всеми партнерами по всему миру согласно тому товарообороту, который проходит у них. Более подробно мы рассмотрим это в следующих роликах. Следующий кусочек прибыли, 20%, распределяется по рангам. В компании есть 7 рангов, мы их тоже рассмотрим в следующих видео, и 20% прибыли распределяется также между всеми людьми, кто закрывает ранги. И последний кусочек прибыли, 6%, распределяется между руководителями центров. Это тот процент товара прибыли, который распределяется между теми партнерами, кто открыл образовательный центр. Образовательный центр может открыть любой партнер, который соответствует условиям, тем или иным, которые выдвигает компания. И за тот товарооборот, который проходит через его центр, то есть который совершают партнеры, прикрепленные к его центру, 6% от этой прибыли руководительный центр получает в виде бонусного вознаграждения. Это все, что я хотел сказать в первой части. Мы здесь рассмотрели важные понятия бинарной структуры, PV и распределение денег. Если у вас есть какие-то вопросы, если что-то вам было непонятно до конца, то обязательно задавайте вопросы в комментариях, мы на них ответим. А также подписывайтесь и ставьте лайки, если вы это еще не сделали. И удачи при просмотре следующих видео. Всем успехов!